Рассчитывать на продвижение в переговорах России и США по гарантиям безопасности наивно. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, который возглавляет российскую делегацию в Женеве. Основной день переговоров завтра, это переговоры о гарантиях по безопасности, сегодня проходит предварительная встреча в узком формате. Правда, на серьезный прогресс, кажется, не рассчитывают ни в Москве, ни в Вашингтоне. Вот что сегодня в эфире ABC сказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Очень трудно представить реальный прогресс в условиях эскалации, когда Россия держит пистолет у главы Украины в виде 100 тысяч военнослужащих у ее границ, имея при этом возможность увеличить их численность вдвое. Так чего же тогда ждать от встречи в Женеве и следует ли вообще ждать хоть чего-то? Узнаем у моего коллеги Эдуарда Бурмистрова в студии. Эдуард, я тебя приветствую. Стоит ли чего-то ожидать от этого столь долгожданного события? Да, Тихон, привет, спасибо. Ну, вообще, действительно, если посмотреть на заявления сторон перед приговорами или на языки дипломатии, посмотреть на сигналы, то кажется, что особого оптимизма не испытывает никто. И понятно, что российско-американские отношения находятся на низком уровне. Но, тем не менее, точки для соприкосновения есть. Об этом чуть позже. А начать я бы хотел с припалки российских и американских дипломатов из-за Казахстана. Вернее, из-за решения Касымжа Марта Такаева обратиться за помощью КДКБ. Энтони Блинкин, госсекретарь США, так скажем, не понял необходимости этого обращения. В МИД России слова американского коллеги. назвали хамством. Официальный представитель ведомства Мария Захарова перефразировала Энтони Блинкина и тоже перешла на недипломатический язык. Когда непрошенным гостям приходят граждане Америки в виде вооруженных сил этой страны, как показывает не недавняя история, а вся история трехсотлетней государственности США, без насилия, смертей, грабежа дело не обходится. Об этом знают жители бывшей Югославии, об этом знают жители Ирака, Ливии, Сирии. Список можно про Латинскую Америку, наверное, говорить в принципе вообще не будем. Ну и теперь к переговорам. Российская межведомственная делегация, состоящая из представителей МИД и Минобороны, уже прибыла в Женеву, но Москва разочарована сигналами Запада. Россия, цитата, под давлением и в режиме угроз. Такое заявление сделал Сергей Рябков, замглава МИД России и глава российской делегации в Женеве. Он сказал, что Москва едет, цитата, не с протянутой рукой. И более того, Рябков не исключает, что диалог по гарантиям безопасности может и вовсе ограничиться одной встречей. Здесь есть предмет для разговора с точки зрения объяснения логики подходов и, наверное, уточнения того, чем руководствуются коллеги в Вашингтоне и в НАТО в целом. Но ожидать, что на основе той уточненной публичной подачи своей позиции, которую мы имеем на сегодня, незадолго до начала контактов, мы продвинемся вперед, было бы наивно. Но американская сторона тоже не ждет никаких серьезных прорывов в ходе переговоров в Женеве. Но прогресс все-таки возможен только с обеих сторон, сказал сегодня Энтони Блинкин. По его словам, речь идет не об уступках, а о мерах, которые можно предпринять для снижения напряженности. Но вообще для стран Запада главное не допустить вторжения России на территорию Украины, пишут американские СМИ. Такую возможность серьезно обсуждают с октября прошлого года. Москва такие планы отрицает и в ответ просит гарантии безопасности. Владимир Путин не так давно даже употребил слово «немедленно». В декабре российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о взаимных гарантиях безопасности. Согласно предложениям Москвы, НАТО обязуется, например, исключить дальнейшее расширение и присоединение к Альянсу Украины, откажется от ведения любой военной деятельности в Украине, Восточной Европе, Закавказе, Центральной Азии. И более того, США, согласно этим гарантиям, должны обязаться исключить создание военных баз на всей постсоветской территории. Ну, Тихон, мягко говоря, есть большие сомнения, что Запад пойдет на такие условия Москвы, и мало кто в это верит. Ну да, и это касается и проекта соглашения с Соединенными Штатами, и проекта соглашения с НАТО. Ровно об этом все эксперты последние недели у нас в эфире и говорили. Да, и как раз в НАТО уже не раз, неоднократно говорили, что вступление или не вступление в Альянс – это суверенное право каждой страны. Мы не можем оказаться в ситуации, когда у нас есть трассортные члены НАТО, которых НАТО, как Альянсу, не позволено защищать. Накануне в субботу неназванный высокопоставленный чиновник администрации Джозефа Байдена заявил журналистам, что Вашингтон готов и открыт к переговорам, но не намерен брать на себя серьезных обязательств. Переговоры с Москвой будут носить, скорее, исследовательский характер. Все, что будет обсуждаться, вернется на стол в администрацию Байдена и будет рассматриваться вместе с партнерами и союзниками. То есть, понятное дело, что все вопросы касательно непоставки летального оружия Украине, нераспространения НАТО и так далее, ограничения военных учений и военных маневров с обеих сторон, тут это, конечно, все будет обсуждаться, но главное, что это такие исследовательские переговоры, такая проба пера, скажем так. Поэтому действительно ожидать, к сожалению, никаких прорывов не стоит. Ну и как раз о точках соприкосновения, которые могут быть. По информации NBC, Вашингтон готов обсудить конкретные шаги, если Москва будет готова обсудить сокращение военного присутствия у границ Украины. В частности, США готовы обсуждать сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе, но на взаимной основе. Также, сказал сегодня Антоний Блинкин, могут быть восстановлены договоренности о ракетах средней и меньшей дальности в Европе. По объективным показателям, мне кажется, что Кремлю выгодна новая эскалация. Это и большие санкции, которые последуют, и, конечно же, там, социальные протесты, наверное, или какое-то социальное недовольство, рост, который так в России существует имплицитно, если, например, пойдут назад гробы с российскими военнослужащими, не дай бог, и так далее, и так далее. Потому что Украина в этот раз готова действительно воевать. И, кроме того, вообще, по характеру того, как Кремль обычно окрытие себя осуществляет, обычно это внезапно. Когда меньше всего ждешь, и вот тогда все отличены, и вот тогда достаточно аккуратно Владимир Путин обычно такие операции проводят. И другая часть аналитиков, военных экспертов подчеркивает, что, прежде всего, характер развертывания войск в этот раз, он отличается от того, что было в апреле. Это гораздо меньше похоже на военное учение, это более серьезный характер носит. Ну и просто второй момент, что, ну сколько раз можно кричать «волки», если вы хотите быть серьезными? Ну и одновременно с этим американская пресса сегодня пишет снова о возможных санкциях, которые Запад может вести против России в случае вторжения в Украину. Источник New York Times указывает, что речь может идти об экспортных ограничениях, оборонном секторе. Так США могут запретить экспорт любых потребительских товаров в Россию, это и мобильные телефоны, компьютеры, даже стиральные машины. Также, как и обсуждалось раньше, дело может дойти до отключения России от международных финансовых систем. Ну, Тихон, примерно вот такой расклад, и вот я вижу, что прямо сейчас участники переговоров собираются на деловой ужин в Женеве, пока мы с тобой сидим в эфире. И я добавлю... Сидим в эфире голодный. Да. Ну, может быть. Может, ты и голодный. Я добавлю, что переговоры в Женеве — это лишь первая часть, первая ступень. В среду в Брюсселе пройдет заседание Совета НАТО-Россия. Первого за два года, если я не ошибаюсь. Первого, да, за несколько пару лет. И в четверг в Вене переговоры продолжатся на площадке ОБСЕ. Да, ну, действительно интересно, как с одной стороны мы все последние дни слышим не предполагающие никаких договоренностей высказывания сторон, а теперь видим видео, на котором, значит, участники спокойно собираются на рабочий ужин. Ну, да, давайте обсудим эту атмосферу, в которой эта встреча начинается. И готовится к нам присоединяется Нина Хрущева, политолог, профессор университета Нью-Скул в Нью-Йорке. Нина, мы приветствуем вас, надеемся, что вы слышите. Здравствуйте. Поздравляем вас с прошедшими праздниками. Мы с вами, мне кажется, в новом году еще в эфире телеканала «Дождь» не встречались. Ну, вот такой не слишком дружественный, что ли, настрой у обеих сторон. Следует ли чего-то ожидать в связи с этим? Потому что это закапывает какие-то перспективы переговоров? Или же это просто сознательное поднятие градуса и такой блеф, что ли? Здравствуйте, Тихон. Очень приятно. С Новым годом. Он нам не обещает много хорошего, кажется, но тем не менее. У нас уже успел удивить. Все-таки, конечно, накаление градуса, оно понятно, потому что ни одна сторона не хочет показать, что она будет моргать. Но оно, в общем, конечно, очень сильное. Надо сказать, потому что уже два месяца мы слышим одно и то же, что вот если Владимир Путин захватит Украину, даже были карты, кажется, вчера «Нью-Йорк Таймс» напечатала или позавчера карту «Прямая дорога в Воронеж до Киева», вот будут ждать всякие страшные вещи. А Владимир Путин все время говорит, что мы ничего не собираемся, это просто наше, как бы мы защищаемся сами. Так что градус вот этих вот, как бы вы виноваты, нет, вы виноваты, он для переговоров высоковат, обычно как-то он, кажется, идет ниже, а тут они ясно, что обе стороны стараются как бы diminish, то есть уменьшить своего соперника. И если эти переговоры разорвутся, а нам уже Рябков обещал, что, возможно, они даже не пройдут, то есть они окончатся очень быстро, потому что наши западные коллеги, как сказал он, не ясны, что не готовы принимать нас серьезно. Так что, в общем, градус высокий, они хотят друг друга унизить, но это, конечно, как вы сказали, вот они сейчас садятся за ужин, это все нужно понимать, что это такой дипломатический протокол. Но, в общем, ничего хорошего он не обещает. Может только одна часть хорошая, что занижаются ожидания, чтобы вдруг потом даже самые маленькие достижения оказались больше, чем мы ожидали. Но это вообще какой-то обычный характер подготовки к переговорам подобным. Если мы сравниваем это, не знаю, с какими-то переговорами в эпоху разрядки или в эпоху перестройки. Когда перед переговорами устраивается такой страшный, если позволите, шит шторм, а потом, как ни в чем не бывало, начинается конструктивная дискуссия. Или же этот самый шит шторм, извините меня еще раз за это слово, говорит нам о том, что никакой конструктивной дискуссии не будет. Нет, он не говорит. Конечно, она может быть. Но то, что, в общем, конечно, Энтони Блинкен, госсекретарь, дипломат, уже месяца два дает интервью особенно, в котором он практически, я не помню, честно говоря, ни одного госсекретаря, который бы так выносил своего потенциального партнера по переговорам вперед ногами. И таким образом как бы его все время ломал. Даже Хиллари Клинтон, как вы помните, когда она была госсекретарем у Барака Обамы, она к Путину очень плохо относилась. Потом, уже когда перестала быть госсекретарем, назвала его Гитлером и так далее. Но даже, в общем, конечно, риторика такая. Я больше 20 лет наблюдаю американскую политику. Я такой риторики от дипломатов не помню. Была так, когда во время Холодной войны Кеннеди, например, Кеннеди с Хрущевым боролись и всячески сталкивались по поводу Карибского кризиса, была очень напряженная риторика из той и с другой стороны. Но тогда был действительно, практически разворачивалась мировая война. А тут все-таки, в общем, интересно, что все обсуждения российского вторжения на Украину, российской агрессии, я вот читаю все время американскую прессу, и там просто каждый день все больше усиливающаяся агрессия на Украине, усиливающаяся вторжение, опасность вторжения. Мы не видим на самом деле усиливающего. Мы только видим усиливающуюся риторику. Я думаю, что риторика именно направлена на то, что ни та, ни другая сторона, как мне кажется, пока не готова отходить от своих вот этих вот выложенных пунктов по переговорам. Да, вот вы как раз сказали об этом, что мы понимаем, что, опять же, страны коллективного Запада не пойдут на те условия, на те гарантии коллективной безопасности, предложенные Москвой. Но мы обсуждаем, опять же, точки соприкосновения. Насколько они возможны, на ваш взгляд? И вообще, важны ли эти точки соприкосновения? Объясню. Некоторые аналитики, политологи говорят, что важен сам переговорный процесс. И для Запада это, в том числе, возможность затянуть Россию в переговоры, чтобы точно не допустить никакого военного вторжения. Ну, уже это говорил и Кремль, и говорил это и Лавров, министр иностранных дел, что мы не хотим, чтобы нас затягивали. Вот нам это нужно прямо сейчас, сегодня, и затягивать мы не хотим. Во-первых, мы должны помнить, что всего лишь сколько, даже недели не прошло, все пять членов УДКБ заключили ядерное... Обладатели ядерного оружия. Да, совместное заявление сделали. То есть, это вообще, конечно, совершенно... Если бы не было того, что с Украиной сейчас происходит, и сейчас с Казахстаном, то мы бы праздновали и к танцевали на улицах, потому что это огромное совершенно достижение. То есть, ясно, что от все стороны соглашаются, они не будут ядерное оружие употреблять. Поэтому, когда, например, Рябков сейчас, вот только что он сказал перед встречей, что у нас есть, если они не согласятся, у нас есть другие способы давления, какие он имеет в виду? Он, значит, обычно имеется в виду ядерный арсенал. То есть, там точки соприкосновения есть, безусловно. У меня нет ощущения, что и та, и другая сторона готова, во всяком случае, в той ситуации, которую мы пока видели, готова идти на какие-то уступки. Помните, несколько недель назад была информация, что русские войска отходят туда, от границы с Украиной. А потом вдруг они не отходят, а оказывается, они наоборот приходят. Мы тоже не знаем, потому что я, прожив в Америке много-много губля, тоже не всегда верю ее информации и знаю, что эту информацию тоже подделывают и подговаривают. Так что это все, безусловно, есть. Но, в общем, войска существуют. И Блинкин, когда он говорит, что Россия не может договариваться с пистолетом у головы Украины, естественно, она ему на это и говорит, что Россия должна иметь в виду и американскую безопасность тоже, естественно, Россия им на это скажет, а посмотрите, вот вы развалили весь Ближний Восток и вот вышли из Афганистана и сказали, что ваша безопасность уже нормальна. А что нам? То есть будет вот этот вот такой разговор. А вы это, а мы то. И я пока, как я уже сказала, не вижу, что они готовы договариваться. Может быть, опять же, вот все эти униженные ожидания и такие большие оскорбления, потом они завтра выйдут из этих разговоров, переговоров, скажут, вот как хорошо, вот мы договорились так-то, например, сделать Украину новой Швейцарией. Она не будет ни тем принадлежать, ни другим. Мы договорились, до свидания, идем дальше. Как вам кажется, что, я уже сегодня в дневном эфире обсуждаю эту тему с другими экспертами, этот вопрос также задавал, но что можно считать, что можно будет считать успехом переговоров? В какой момент при завершении этих переговоров можно будет сказать, они лучше, чем могло бы быть? Понятно, наверное, что сам факт их проведения, это уже неплохо, но далее. Интересно, мне очень, вам эксперты ответили на этот вопрос? Мне кажется, однозначно ответа нет ни у кого, потому что когда одновременно мы видим несколько абсолютно противоречащих друг другу риторических и не только игр, довольно сложно оценивать здраво, что вообще происходит. Абсолютно, абсолютно. И вот именно это, потому что они практически как бы и та и другая сторона говорят, мы не принимаем вашу сторону, мы не принимаем ваши варианты. И вот, кстати, к вопросу о том, как было во время Холодной войны, вы тихо напомянули это во время разрядки. То есть тогда Советский Союз всегда выходил с огромными предложениями. То есть просто все вместе сразу и навсегда. А потом договаривали, все-таки такие были великие дипломаты, как Олег Троиновский, договаривались уже по каким-то отдельным вариантам. Я не знаю, насколько сейчас есть вот это вот желание. И как я сказала, Энтони Блинкин меня, конечно, потрясает своей невероятной недипломатичностью, которая тоже наверняка специально таким образом сделана, чтобы не дать России не дать России спуску. Я думаю, что если они, например, договорятся о выводе ядерных вооружений из буферных зон, предположим, из Европы, или выводе каких-то определенных типов вооружений, или если, как Блинкин сказал, они вернутся к тем договорам ядерным, из которых вышел Дональд Трамп, по-моему, это ближний и средней дальности вооружения. То есть это уже будут замечательные шаги. Вопрос в том, что, как бы, тут, помните, как Рональд Рейган говорил, trust but verify, то есть доверяй, но проверяй. Сейчас они не просто не доверяют друг другу, там уже можно verify, то есть проверять, но совершенно нет никакой уверенности, и с той и с другой стороны, что даже если они о чем-то договорятся, потом по каким-то причинам геополитическим или политическим или каким угодно, эти договоры не будут так же нарушены. У нас примеры Владимира Путина, который делал это неоднократно, у нас есть американские примеры тоже. И вот это вот самое главное, это абсолютное отсутствие доверия друг другу. Что ж, благодарим вас, Нина Хрущева, политолог, профессор университета Ньюску в Нью-Йорке. Ну что там сейчас будет начинаться? Ужин. Ужин. Впрочем, не просто ужин, а рабочий ужин, а завтра состоится уже сама встреча, основная ее часть, будем за ней следить и в эфире «Дождя» рассказывать. Всем привет, это Тихон Зитко, главный редактор «Дождя». Спасибо, что смотрите нас на Ютьюбе. Но «Дождь» — это намного больше, чем наш Ютьюб-канал. У нас есть огромное количество контента под подпиской на нашем сайте. Открывайте для всех новости. Мы можем благодаря тому, что вы, наши зрители, оформляете подписку. Это дает нам возможность в прямом эфире, абсолютно бесплатно и для всех транслировать новости и рассказывать о главных событиях в России и за ее пределами. Так дайте нам эту возможность. Подпишитесь на «Дождь» — tvrain.ru, слэш подписка. И мы в таком случае сможем и дальше рассказывать о происходящем во всем мире.